Привет! Сегодня рассказ про BAFTA, British Academy Film and Television Awards, где и когда это происходит и как туда можно попасть. Начну с того, что про BAFTA я, в принципе, никогда и не знала. Так, нечаянно, мимоходом увидела это событие, когда она еще проходила в Рояль Opera House в 2014 году. Что-то я делала в Ковенгадене и мимо проходила, смотрю, кучу народу, красная дорожка и написано BAFTA. Тогда я уже знала, что такое BAFTA, потому что познакомилась на премьере фильма «Принцесса Диана» с критиком BAFTA, нечаянно так, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Благодаря кому я попала на премьеру фильма «На красную дорожку» Диана. И вот в 2014 году я так постояла, у меня был с собой фотоаппарат, посмотрела, но не там, где проходило все действо, а там, куда приезжали автомобили. Кого-то я увидела, кого-то не увидела. Проблема в том, что я знаю только знаменитых актеров в лицо, и то не всегда их узнаешь. Какие-то машины приезжали, кто-то выходил, но там приходят и гости, и сами актеры, и режиссеры, и создатели музыки. В общем, все, кому может присудиться кинопремия типа «Оскара», только британская кинопремия, все приезжают вот на это праздничное, так скажем, событие, которое происходит в феврале. И поэтому вот сегодня я решила вам рассказать об этом событии, потому что, ну, мало ли, может быть, кто-то хочет попасть. Попасть туда, конечно, очень сложно. В 2017 году я прочитала где-то в газете, что Бафта будет проходить в рояль Альберт Холл. А это было близко, рядом со мной, всего лишь 20 минут пешком от места, где я жила. Тогда я жила в третьей своей семье, в районе Эрскорта. И зная о том, что туда вообще никак не попасть, там выдаются какие-то браслетики, мало я что знала. Но знала, что сложно. И поехала, думаю, дай-ка я попробую в 6 утра туда приехать, потому что в предыдущие разы мне говорили, «Ой, там люди даже ночуют, спят на асфальте, только лишь бы получить вот это рейсбэп называется». То есть такой браслет, на котором написано Бафта Аворд 2017 год, допустим. И благодаря этому браслету ты уже точно пройдешь в область, где будет стоять обычная публика. То есть туда можно попасть обычной публике, совсем бесплатно, посмотреть красную дорожку прибывающих гостей и увидеть своих любимых актеров и актрис, и даже каких-то нежданных, негаданных гостей. Поэтому я, в принципе, и стараюсь попасть на это мероприятие, потому что там часто бывают Кейт Миддлтон и Принц Вильям. Так как Принц Вильям является президентом ассоциации Бафта с 2010 года. И вот в 2017 году, узнав о том, что герцоги кембриджские будут на красной дорожке этой церемонии награждения, я хотела попасть туда. Приехала туда в 6 часов утра на самокате за 6 минут. Долетела я в те годы, ездила на самокате в университет, вообще по городу развлекалась. Не такой, не электрический, а вот так именно ногой отталкиваешься и едешь. Ну тоже потом расскажу как-нибудь. Приехала в 6 утра, спрашиваю охранников, потому что там уже вовсю шла подготовка к... Ну, строились шатры для прессы, ставились заборы для публики. И я спрашиваю, как, где можно получить вот этот вот билет проходной на фестиваль. Он говорит, ну нет, я опоздала. За 3 дня до этого на веб-сайте Бафта были объявлены победители и были объявлены, кто там будет участвовать. В общем, надо было давно это все планировать. Ты, в общем, не попадешь на это мероприятие. Ну, с этим я и уехала. А, кстати, тогда мне надо было срочно уже ехать выгуливать собак. Поэтому я решила взять автобус, потому что на самокате было далековато ехать, а собаки уже ждали. И в 7 утра как раз все еще ходили ночные автобусы номер 9. И я узнала, что мой любимый автобус номер 9, который ходил от Хаммерсмита в центр на Олдвича. Оказывается, ночной тур его идет прямо до аэропорта Хитроу, терминал 5. Я не знала об этом, думаю, ну как же, если вдруг у меня будет ночью полет или рано утром прилечу, метро еще не работает, теперь буду знать. Ну, а Хитроу я вам тоже как-нибудь потом расскажу, как туда добраться и что там происходит и как вообще все это работает. Но потом вечером делать было нечего и думаю, ну да и просто схожу туда, потому что это близко и вдруг я что-то могу увидеть тогда, когда они прибывают. Как в 2014 году, я же видела, как люди выходили из машин. Как раз у Рояль Альберт Холл там тоже, когда они прибывают, все звезды выходят, готовятся там что-то, как-то поправляют свои платья, прически. И потом уже заходят на красную дорожку, куда запускают народ с утра или накануне. То есть у кого есть вот эти проходные билеты, браслетики. А другой народ, в принципе, может прийти, постоять, посмотреть, но если не расчищают уже сейчас, не знаю. В 2019 году я была уже внутри, поэтому не знаю, как там за кулисами можно что-то увидеть или нет. Но в 2017 я очень много, кстати, увидела и засняла. Можете посмотреть вот миксовку того, кто приезжал и как это все происходит. Вне области красной дорожки на моем канале Лондайланд, вот тут вот я вам прикреплю ссылочку, посмотрите, там около полторы минуты ролик. Всего-всего, всех событий, всех артистов, кто там был. Я видела Николь Кидман, я видела Хью Гранта, я видела Кейт Бланшетт. Из тех, кого я узнала, там очень много еще знакомых лиц, но я, к сожалению, не знаю их имен. Я не очень хорошо запоминаю имена актрисы, актеров, только своих любимых. Кстати, по поводу имен и по поводу лиц, когда я работала в прессе на Майн Пипл, тогда я была официальной прессой, у меня были аккредитации, такие бейджики нам давали вот на такие звездные ковровые дорожки. И там, как все это происходит, нам выдают такие листы с фотографиями актеров, ну в общем, селебрити, и подписано, кто это. Это для чего делается? Это не для того, чтобы узнать, кто это, потому что фотографы, в принципе, видят, что лицо знакомое, они фотографируют. Но впоследствии, когда они отсылают в агентство эти фотографии, они должны каждую фотографию подписать, кто на фотографии присутствует, а вспомнить так вот быстро, поэтому по листочку полистал, посмотрел, ага, этот портрет, вот это вот эта девушка была. Ага, значит, это Джулия Робертс там, или, я не знаю, Джулия Робертс и так знает, конечно, но даже спеллинг, то есть правописание, как пишется Джулия Робертс, как раз вот на этих отдельных листочках для прессы все написано правильно и кто есть кто. Иногда там надо писать какие-нибудь их регалии или еще что-то, какие-то там призовые места и так далее. Поэтому вся информация для пресса дается вот на таких листочках, и когда я снимаю с публики, я часто встаю рядом с фотографами или напротив, и пытаюсь этот листочек у них попросить сфотографировать всех, кто там будет присутствовать, потому что мне же тоже надо подписывать, я же тоже стараюсь продавать эти фотографии. Вот, ну это вот из области профессионализма фоторепортера. Да, в 2017 году я видела, как приезжали Кейт и принц Уильям, подъезжала машина, они проехали мимо меня, но у меня нету такого специального фильтра, который фотографируют через стекло, через затонированное стекло, они всегда ездят в затонированных стеклах, только королева ездит в чистых стеклах, тогда можно сфотографировать. Но когда оно затонировано, нужен специальный фильтр на фотоаппарат, я видела их силуэты, я видела, что это были они, потому что перед ними, ну я уже рассказывала, как узнать, что это королевские персоны едут. Смотрите вот в этом ролике. Я видела, что это были они, и они уехали туда, куда уже меня, как простого человека, не пускали. Я бы, может быть, там как-то сняла через какие-то заборы или решетки, но туда вообще просто закрыли доступ, то есть нельзя было ходить мимо того места, где они должны были проехать. Вот, поэтому самих их я не увидела в 2017 году, а вот в 2019 году я попала на красную дорожку, и я их увидела, и я их сняла, и даже продался мой ролик не один раз в разные международные СМИ. Ну, кого мне удалось заснять в 2019 году на красной дорожке BAFTA? Я узнала Брэдли Купера, он опоздал, так же, как Сальма Хейк и Кейт Бланшетт, они все опоздали, и им пришлось стоять, пока не пройдут Кембриджи. Это, конечно, нарушение как бы закона, потому что принцы, принцессы, королевы, все королевские персоны должны, в принципе, закрывать абсолютно всё мероприятие, то есть они всегда приезжают последними. Но, как бы, не предугадаешь, кто-то опаздывает, кто-то не приходит, кто-то бежит, так вот Сальма Хейк пробежала перед их приездом, уже буквально там всех расчищали, все security говорили, уходите с дорожки. Там ещё такое месиво происходит, потому что приезжают просто гости какие-то, которые купили билеты, чтобы посмотреть на это мероприятие, тоже все в нарядах, такие красивые. Кому-то приглашение даётся, ну, в общем, какие-то простые люди приходят, тоже разодетые в красивые одежды. Какие-то режиссёры, актёры, актёры второго плана, музыканты, звукорежиссёры, мы не знаем этих людей, и там все как бы тусуются. Многие раздают автографы, и многие, кстати, фанаты приходят ради того, чтобы взять автограф у той или иной звезды. То ли они их продают потом эти автографы, то ли они их собирают, не знаю. Так вот, я стояла, передо мной уже стояла первая полоса, которой просили автограф. А я уже сверху камерой снимала всех звёзд, которые к ним подходили и раздавали эти автографы. Но многих я не знала, к сожалению. Так что, кто там был, не знаю, может быть, вы мне будете писать, кого вы узнали, очень все знакомые лица, ну, кого я сняла, допустим. Но я имён их не знаю, я знаю только основных маститых. Так вот, из основных маститых я узнала Кейт Бланшетт, Сайму Хейк, Брэдли Купера и наших двух русских Ирина Шейк появилась на красной дорожке, как приглашённая гостья. Я так понимаю, Ольга Куриленко, она актриса, играла девушку Джеймса Бонда. Кстати, о Джеймсе Бонде я вам тоже буду рассказывать, потому что я была, по-моему, на двух красных дорожках премьеры этого фильма. Тоже были в рояль Альберт Холл, тоже королевские премьеры. Ну, королевские, почему они называются королевские премьеры? Потому что на них приезжают королевские персоны. И Кейт была, и Уильям, и Гарри, и Чарльз с Камилой. И, в общем, обо всём об этом по порядку, потихонечку. У меня столько событий, столько мероприятий за мою восьмилетнюю жизнь в Лондоне, что я хочу с вами поделиться и рассказать. Может быть, вам что-то окажется полезным, и вы так же, как и я, будете проживать нескучную жизнь в Лондоне. Итак, как же попасть на красную дорожку церемонии награждения БАФТа? В прошлом году я как раз попала на красную дорожку. Еле-еле удалось туда проникнуть. Рассказываю, как. Значит, так как мне в 2017 году сказал охранник, что заранее надо узнавать на сайте, как попасть туда, я зашла на сайт БАФТа и увидела, что объявление о том, где будут раздаваться вот эти вот рисбенды, то есть пропускные браслетики, будет объявлено в 10 часов утра в день самого мероприятия. И понимая о том, что безграничное множество людей захочет попасть туда, и понимая, что выдача будет проходить где-то близко к рояль Альберт Холлу, но, конечно, может быть и не так. В следующий раз они могут организовать как-то по-другому. Я поехала в центр, мы там встречались с моей подружкой украинской, потому что, в принципе, мы собирались идти на китайский Новый год, я уже об этом говорила. На китайский Новый год мы все равно сходили, когда уже получили свои браслетики. Там есть такой период времени, что можно вернуться, нам сказали, вернуться к 3 часам, когда уже будут всех нас запускать в эту область красной дорожки. Так что мы немножечко еще успели заценить китайский Новый год. И вот мы решили с ней встретиться на станции Вестминстер, потому что она ехала совсем с другого района, я ехала с запада, с Хаммерсмита. На Вестминстере мы как раз без 5-10 встретились, и надо было отслеживать по социальным сетям, в Твиттере или еще каким-то, я не помню уже сейчас, где конкретно это место, где будут выдавать эти браслетики. И в 10 часов, хорошо, что там в Лондоне в метро есть интернет, и я обновляла постоянно этот веб-сайт, и там повесили объявление, что будет выдаваться на Слоун-Сквер, станция метро Слоун-Сквер, там на Кинс-Кросс такой скверик есть. И мы бегом часанули туда, то есть спустились сразу же в метро, мы уже были в метро и поехали. Время шло очень умедленно, вагоны были забиты людьми, я думаю, откуда, в воскресенье, по-моему, это было. В 10 часов утра столько народу. Когда двери поезда на станции Слоун-Сквер открылись, я увидела кучу народу, бегущую на выход. Я была в шоке. Я очень хотела бы заснять этот момент, то есть дождаться следующего поезда, и показать, как это все происходит. Просто абсолютно все, вот знаете, как выпускают там коней на скачках, вот так же абсолютно все выбегали и бежали на выход. Но мы, конечно, достойно решили быстрым шагом идти, то есть не бежать. Я поняла впоследствии, что если бы я дождалась следующий поезд, откуда бы вот так выбегали люди, и я бы это засняла, может быть, это тоже продалось, но я бы не попала на красную дорожку однозначно. Я была, по-моему, номер там 500 какой-то, всего запускают тысячу человек. Многие люди, которые вот вышли после нас, на там следующий, второй и третий поезд, уже не попали, потому что там такая толпа собралась, такая очередь. А люди, которые не знающие, проходят мимо, говорят, это куда? Это что? Зачем очередь? Куда стоим? В общем, реально такие советские очереди выстраиваются. Было прикольно, но мы, конечно, переживали, что нам не хватит браслетика. Ну, мы думали, ладно, тогда на китайский Новый год пойдем. Перед нами, кстати, девушка ходила, клянчила билетик, видела, что мы уже получим, и впереди нас, стоящим людям, даже предлагала 100 фунтов за продажевую очередь. Я такая думала, может быть, продать мне за 100 фунтов? Ну, нет, самой захотелось. Ну, и тем более Лидия, моя подружка, никогда не была на таких мероприятиях, а так как она еще и актриса, подрабатывает актрисой и моделью, я, конечно, хотелось увидеть, что такое красная дорожка в центре Лондона. И она была мне безумно благодарна за то, что она реально попала вот на такое мероприятие, буквально прожив в Лондоне полгода. Я же шла к таким мероприятиям через тернинг звездам, ну, тоже я в 2011 попала на мероприятие с селебрити, но все равно, как бы, все эти ходы, о котором я вам сейчас рассказываю, как туда попасть, очень сложно накапливаются с годами, что-то меняется, и приходится подстраиваться под современные условия, под современную жизнь. Вот как-то так. Желаю вам удачи 2 февраля в этом году, попасть на красную дорожку Бафта и насладиться мировыми звездами кино и телевидения. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!